Стало известно, что на борту разбившегося Ту-154 находилось двое уроженцев Краснодарского края. Это Александр Овенский из Армавира, он был членом экипажа, и Михаил Васин из Лобинска, участник хора ансамбля имени Александрова. По погибшим отслужили панихиду в часовне внутри аэропорта. В Сочи продолжает работать оперативный штаб. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшие тяжкие последствия». Вчера поздно вечером в Сочи прошло заседание комиссии по расследованию причин катастрофы. Ее возглавил министр транспорта России. По линии страховых выплат здесь прошу Министерство труда и социальной защиты населения, а также представители Роструда, обеспечить необходимое взаимодействие со страховыми компаниями, где были застрахованы и члены кабинного и летного экипажа, а также, соответственно, все пассажиры этого города, получить, обеспечить взаимодействие с родственниками через центры психологической поддержки и провести необходимую работу по определению размеров, типа страховки и обеспечению дальнейших выплат. В состав государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ту-154 в Сочи вошел губернатор Краснодарского края. Вместе с Максимом Соколовым Вениамин Кондратьев возложил цветы к часовне в аэропорту в память о погибших в авиакатастрофе. Люди продолжают нести цветы и свечи к месту крушения лайнера. В аэропорту круглосуточно работают оперативные штабы и специалисты, которые оказывают помощь родственникам погибших. Мы не снимаем и администрация Сочи, и края работ в оперативных штабах, которые здесь сегодня уже развернуты. Они будут находиться, оперативные штабы и в аэропорту города Сочи, и на аэровокзале, и в автовокзалах. То есть, в случае, если все-таки родственники погибших захотят приехать на место трагедии, то у них эта возможность, конечно, будет, и те же забронированные гостиничные номера будут оставаться забронированы в течение месяца. Коллеги, я еще раз хочу обратить внимание, чтобы при вашей поддержке максимально донести до всех родственников погибших, что опознание, о чем сейчас говорят, представители госпомиссии и генническая экспертиза будут проходить в Москве. Вот двое родственников, которые сегодня приехали, безусловно, они не знали о том, что опознание, генническая экспертиза будет проходить в Москве. К поискам останков людей и фрагментов Ту-154 подключатся абхазские специалисты, так как обломки лайнера и тела погибших течением унесло в сторону соседней республики. В качестве основной версии крушения специалисты рассматривают именно техническую неисправность. Борт сошел с конвейнера в 1983 году, общий стаж в воздухе свыше 7 тысяч часов. Он несколько раз направлялся на капитальный ремонт, последний в 2014 году. А осенью, по данным Миноборода, самолет прошел техосмотр и тогда никаких серьезных неисправностей обнаружено не было.